Ты сталкиваешься в своей работе с выгоранием сотрудников, которые с тобой работают, сталкиваешься ли, и если сталкиваешься, влияешь ли на это тем или иным образом? Пропаганда алкоголия у нас нельзя, да? Можно. Можно. Ну, во-первых, опять же, люди мы русские, поэтому иногда, иногда, раз в полгода, раз в квартал, можно как следует прибухнуть и разобрать все какие-то недомолвки. Тимбилдинг. Да. Давайте так говорить, да. Тимбилдинг, сплав, вот у нас был замечательный, не рафтинг, просто на байдарке. В баню сходить, потому что бывают какие-то недомолвки, которые в офисе сказать как-то не очень хорошо, а, как говорится, в расслабленном состоянии оно из тебя само вылезает. И, с одной стороны, да, я стараюсь все-таки какую-то дистанцию выдерживать, но при этом вот такие вот, в бане все равны. Генералов в бане не бывает. Вот, это хорошо помогает на какое-то время. Потом, ну, нужно истинную причину, то есть разобраться, почему человек, кто-то считает, что несправедливый, у него там низкая зарплата, да, там, если у кого-то она большая. Либо нужно объяснить, почему у того большая, либо разобраться, что сделать. То есть я прям, там, всегда откровенно с людьми говорю, там, ты что хочешь? В два раза больше зарабатывать. Окей, ты готов в два раза больше, вот, взять на себя вот этот кусок? Я говорю, не-не-не-не-не-не-не, мне то не надо. Ну, тогда, дорогой, тут как бы, либо туда, либо сюда. И либо человек говорит, хорошо, давай мне, там, время нужно подготовиться. Я хочу, там, что-то, обучение какое-то пройти или, там, переехать в другой регион. Welcome, я только за. Я за развитие своих людей всегда. Вот, и никогда не вижу конкуренции ни себе, ни, там, что человек уйдет, мы его сейчас научим. У меня такое было в одной из компаний. Вот, а ты что, говоришь, зачем обучать людей? Мы сейчас их обучим, они уйдут в другую компанию. Ну, это просто вот для меня в коллекцию, то, что ты спрашивал, Epic Fail. А стоит ли платить за обучение сотрудников, если... Здесь можно договориться, то есть, мне нравится схема, когда человеку говорим, окей, давай, мы тебя оплачиваем MBA, ты с нами работаешь 5 лет. Да. Если ты покидаешь компанию раньше, то, как бы, ты, пожалуйста, верни денежку. Или, вот, практику, которую сейчас я предлагаю, английский язык. Давайте мы как делаем. У нас, там, заключаем договор с компанией, которая обучает, и раз, там, в 2-3 месяца делаем тест. Если ты тест проходишь, там, на 90 баллов из 100, компания оплачивает тебе продолжать дальше. Если тест хуже, ну, спасибо, все, мы на этом закончим. То есть, у человека появляется реальная физическая, самая денежная мотивация углубиться и сделать. И когда ему жена скажет, слушай, пойди с собакой погуляй, она скажет, нет, подожди, мне тут нужно еще 20 слов выучить. Может ли сейчас компания в России, работающая даже с мировым рынком, даже если сотрудник не сталкивается сам с контактами, с международными какими-то ребятами, партнерами, там, или кем угодно, можно ли не обладать английским? Не, ну, можно, как говорится, и зайца курить, научить, как было в одном советском фильме, но это просто очень сложно становится сразу. То есть, ты прям себя очень сильно ограничиваешь. Есть же, знаешь, такие ребята, которые, ну, они есть, я их достаточно часто встречаю, такой, типа, ну, мы же как, ну, а что, русских слов нет? Ну, ты там начинаешь что-нибудь, не знаю. Ну, смотри, я бы как, если человек сказал, да, я там не знаю английского, но зато я знаю китайский, японский, немецкий и в совершенстве хинди. Вообще вопросов нет, чувак, вообще все супер. А человек, который не хочет учить, здесь какая-то есть проблема. Либо проблема из детства, да, то есть, вот там долбили, да, там линейка били по затылку и все выбили. Вот, потому что на самом деле, вот я работал и в Дубае, и там много стран, за которые я отвечал. Уровень английского для общения вот такой, просто тебя поймут. То есть, у меня был сотрудник, причем достаточно большой должности давно-давно в компании, он путал yesterday и tomorrow, вместо building говорил builded, и вместо sins говорил science. То есть, он мог в одном предложении все это влепить. Естественно, там люди как-то со сложностью понимали, но если хотят, они тебя поймут, они тебя переспросят, ты им нарисуешь это и так далее. Поэтому уровень английского, ну, my name is Philip, I'm from Russia. Тебе скажут, о-о-о-о, водка, Путин. Welcome. Ну, это, я думаю, сравнить можно человек, который говорит, у меня вот нет прав, я здоровый, все нормально, но у меня нет прав, потому что я не хочу ездить на машине. Хорошо. Интересно тогда твое отношение к резюме, которое пишут на английском в компании, где будут работать на русском. Ну, я не то чтобы прям имею свое мнение, просто интересно твое. Смотри, резюме на английском короче, потому что, во-первых, ты собираешь мысли в узду, и они становятся меньше. Первое. Второе. Бывают компании, ну, вот, которые вроде бы наши, но у них есть представительство там, и в HR, например, туда нужно отправить. Вот. И, ну, я не вижу в этом никакой проблемы. Вообще идеально два варианта, русский и английский. Тем более еще можно посмотреть, там, а человек перепутал, здесь года, так, так, значит, не готово. А описание вакансии изначально на английском? Слушай, ну, тоже очень общий вопрос. У нас терминологии очень много английских. Ну, можно слово мерчендайзер, да, написать по-русски. Там, владение всеми этими, этим самым, кайбанами, все равно все слова английские. Но мне кажется, у нас уже все-таки мир такой, ну, не закрытый, не железный занавесный. Ну, да, да. Это просто интересно твоя точка зрения. Мало ли, есть какая-то еще одна. У меня просто абсолютно такая же.